Воспользоваться законным правом и выполнить гражданский долг. В Самаре совместно с руководством УФСИН России по Самарской области, прокуратурой региона и представителями общественной наблюдательной комиссии, уполномоченной по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова проверила помещение для голосования в следственном изоляторе номер один. Мы всегда очень ответственно и пристально наблюдаем и контролируем, как проходит реализация права избирать в следственных изоляторах. Очень внимательно следим за тем, чтобы у наших подследственных граждан, которые находятся в СИЗО, были все материалы. Необходимо, чтобы они понимали, что за выборы проходят и ознакомились с кандидатами. Сегодня никаких вопросов у нас не возникло. Сотрудники следственного изолятора действуют в соответствии с законодательством. В СИЗО выборы, так же, как и везде, длятся три дня. На избирательном участке присутствуют и представители общественной наблюдательной комиссии. Своё право на голосование изъявили все содержащиеся под стражей, в том числе лица из других субъектов Российской Федерации, в которых проводятся выборы. Очень важно дать им возможность это право реализовать. Люди имеют возможность увидеть, за кого они голосуют, кандидатуры посмотреть. То есть это выбор уже людей осознанный. Охотно голосуют, потому что всё-таки у людей есть определённый уровень правосознания. Несмотря на то, что они задержатся в следственном изоляторе, это такие же граждане Российской Федерации. Особое внимание на выборах в следственном изоляторе уделяют гражданам, которые голосуют впервые. Им вручают сладкие презенты.